25 мая во всем мире отмечается День пропавших детей. В России ежегодно регистрируют до 30 тысяч случаев исчезновения несовершеннолетних. Из них удается найти более 90%. В Староскольский отдел Следственного комитета в 2020 году поступило 4 сообщения о пропаже детей. Все найдены живыми. Согласно статистике, около 90% пропавших детей сами сбегают из дома или социальных учреждений. В остальных 10% исчезновение ребенка связано с преступлением или несчастным случаем. В 2020 году в органы Следственного комитета России поступили сообщения о розыске почти 13 тысяч детей. До сегодняшнего дня судьба около полусотни пропавших неизвестна. За прошедший год в Староскольский отдел Следственного комитета поступило 4 сообщения о безызвестном нахождении несовершеннолетних. По всем сообщениям принято решение об отказе в возбуждении уголовного отдела. В связи с тем, что лица, по поводу которых поступали заявления о безызвестном исчезновении, нашлись в течение ближайших суток. В 2021 году пока что таких сообщений не было. Как правило, пропадают подростки 14-16 лет. В этом возрасте они пытаются самостоятельно решать, где, с кем и сколько гулять. Звонки на телефон не слышат или мобильный разряжен. Тем временем, родители уже пишут заявление в дежурную часть. Исчезновение, после которого был ребенок найден, что оно являлось следствием каких-то зачережных конфликтов в семье, либо каких-то неправомерных действий родителей в отношении ребенка. У нас таких не было случаев. В Староскольском округе статистика обращения пропажи детей уже много лет держится на одном уровне. 4-5 заявлений. Все дети найдены. Последний случай, когда ребенка найти не удалось, был в 90-х. Мария Шелипова, Александр Гончаров, Александр Балакин, 9 канал.